Здравствуйте дорогие друзья, с вами снова Елена и наша рубрика Ее Величество Кухни. Сегодня вновь делаем комплименты Восточной Кухне и приготовим шурпу по-туркмински, конечно, в домашнем исполнении. Итак, милости. Сейчас пару слов о тех заготовках, которые были произведены за кадром. Значит, в идеале бульон варится из грудинки, это однозначно. Теперь вопрос о том, из чьей грудинки. Туркмин варят из баранины свою шурпу, либо из телятины. Мы же можем даже им молодую грудинку, молодого поросенка тоже задействовать. Что делается? Мы же варим с вами прозрачный бульон. Поскольку прерогатива вот этого блюда именно в бульоне, мясо мы клали в холодную воду. И очень на медленном томлении это мясо мы с вами варили. Нам нужно было, чтобы бульон получился наваристый. Мясо сейчас из блюда извлекается. Грудинка была порезана на небольшие кусочки. Это делалось специально, потому что потом при подаче мы будем кусочек грудинки укладывать в каждую тарелку. У нас в результате остается бульон. Бульон очень хороший, качественно приготовлен. Для того, чтобы его сделать прозрачным, мы сняли с него пенки. Вот у нас полкастрюли наваристого бульона. Сейчас я вновь возобновила под ним кипение, то есть скоро он опять начнет кипеть. Но перед тем, как я положу очередной ингредиент, еще раз хочу вам сказать. Это блюдо, можно даже было бы сказать про него, что это бульон с гарниром. Гарнир сюда идет, овощи, в частности картофель. Вот сейчас я положу сюда картошку, но могу вам сказать следующее. На 300 грамм баранины, почему это блюдо считается очень выгодным, вы берете всего 300 грамм мяса баранины или телятины, вам потребуется 600 грамм картофеля, который я сейчас и отправлю в свой казанок. Картофель режется довольно-таки крупно. Это делается для того, чтобы в общем и целом, я тоже порезала крупно, как делают это в восточной кухне. Мне так принято. Это мы делаем всякие там соломки, в данном случае картофель порезан крупными кусками. Если хотите повторять, то повторите, пожалуйста, и нарезку. Вот сейчас посмотрим. Так, у нас картошки уже достаточно здесь. Хотя я бы еще добавила. Дело в том, что здесь больше никаких ни круп, ни добавок не будет. Ни бобов, ни прочего. Поэтому я рекомендую вам сделать его понаваристый, то есть картошки добавить побольше. Я сейчас накрываю наш бульон крышкой, а на сковородке буду делать зажарку для нашей шишки. Итак, мы должны с вами заняться пассировкой овощей. Сейчас я подсаливаю растительное масло. И еще, в восточной кухне, не устаю напоминать, часто используют топленое масло. Приучайтесь, пожалуйста, к этому маслу. Попробуйте его хоть раз использовать. Вы поймете, как выигрышно будут выглядеть ваше блюдо. Вот добавляем сюда топленое масло. Пора поговорить, о чем мы будем делать пассировку. Здесь у меня взята одна крупная морковка, которая довольно-таки крупно порезана. Морковка отправляется в зажарку первой. Почему? Потому что это один из самых твердых овощей. Если я сейчас начну поджаривать лука, морковка моя просто не успеет. Сейчас я вам даже расскажу более. Мы ее сейчас притомим. И когда она получит некоторое из золотой колер, я ее соберу в шумовку и отправлю в картошки. Для того, чтобы они варились одновременно. Потому что морковка может остаться у вас сырой. Но благодаря тому, что она побывает в раскаленном топленом масле, у нее появится сливочный вкус, что очень здорово обогатит вкус вашей шаппы. Тем более, мы здесь не отходим от традиции. Напоминаю, восточная кухня и даже вот индийская кухня. Если спросите у индусов, на чем они готовят еду, вам скажут, это пальмовое масло и благополучно топленое масло. Топленое масло используется очень во многих странах. Поэтому, пожалуйста, хотите сделать настоящую восточную еду, запаситесь топленым маслом. Продолжаем томить нашу морковку. Итак, наша морковка начала уже конкретно румяниться. Надеюсь, вам видно, хотя здесь пузыри идут топленого масла, но вот у кусочков морковки появился румянец. Пережаривать ее тоже не годится. Сейчас самое время отправлять нашу морковку в бульон. Будем мы это делать при помощи шумовки. Медленно, но уверенно. Потому что морковка, в общем и целом, уже практически проготовилась внутри. Говорит, что состояние ее, в котором она плавает по поверхности бульона, это говорит о том, что она фактически жиром уже хорошо обработана и будет абсолютно готова к моменту приготовления нашей шумовки. Ни одного кусочка не должно остаться на сковородке, потому что морковка начнет вместо радости создавать гадость. То есть, Паша, зажарка начнет отдавать горелым вкусом. Нам этого не нужно. Все, все кусочки выбраны. Теперь бульон накрываем. А на остатки жиров, здесь у меня 1,2 кг, порезанных по-восточному, то есть мелким полукольцом. Отправляем его сюда. При пожаривании лука для шурпы рекомендовано добавлять немного сахара, потому что у нас еще некоторые будут ингредиенты, которые добавят кислоты. Поэтому сейчас убирайте огонь по незначительному. Добавляем столовую ложку сахара и будем поджаривать лук до готовности. Вот таким образом я добавила сахар. Жир довольно аппетит. Сейчас энергично раскален. Помогите сейчас луку не подгореть. Огонь я уменьшила. Сейчас температура кипения тоже уменьшится. И будем осторожно и не спеша золотить наш лук до приятного золотого состояния. Встретимся после того, как он будет готов. Я лук больше не рекомендую золотить сильнее. Это вполне достаточно. Теперь надо добавить 1,5 столовые ложки муки. Ну, в Туркмении любят, собственно говоря, кушать сытно. Оно и понятно, что людям надо наесться. Там у них много всяких дел. Дела чабанские, дела там в саду. Поэтому, соответственно, они предпочитают очень сытные супы. Вот мы сейчас добавили сюда 1,5 столовые ложки муки. И очень рекомендую вам тщательно эту муку вмешать в лук. Для того, чтобы после того, как вы его будете перегружать в лук, в вашу шурку, у вас везде не образовалось мучных комочков. Если вы сделаете все тщательно, отключайте от огня, ваш пассерованный лук будет ждать своего звездного часа. Мы же будем варить шурку до тех пор, пока у нас картофель не будет приготовлен окончательно и бесповоротно. Бурного кипения не допускаем. Картофель еще, по моим представлениям, надо здесь побыть около 10 минут. Через 10 минут встретимся и будем дальше заниматься нашей шурпой. Еще раз напоминаю, очередной этап приготовления возможен только тогда, когда картофель будет полностью приготовлен. Итак, нам пора переходить к следующему ингредиенту. Пора взяться за специи. Сюда отправляется лавровый лист, два перца душистых горошком и зира. Очень рекомендую приобрести эту спицию. Она чудесно идет в пловы, но, естественно, придает восточный колорит вашей шурпе. Она мышь тут у нас по-туркменски, значит, ни в чем не будем себе отказывать. Так, теперь следующий ингредиент, о котором следует поговорить, иначе это не шурпа. Нам нужны будут свежие помидоры. Если мы делаем непосредственно шурпу летом, когда уже помидоры вызревают, у вас проблем никаких не будет. На каждые 100 грамм мяса у вас берется один средний помидор. Если мы взяли 300 грамм мяса, соответственно, три средних помидора, они должны быть крестообразно надрезаны, опущены в кипяток, с них чищена шкурка, и крупными четвертями, то есть, если бы вы взяли помидорку и разрезали на 4 части, вы отправляете в бульон, без предварительной подготовки. То есть, вот таким образом очистили, и сразу сырой помидор отправляете в шурпу. Мы же заготовки свои помидорные делали летом, поскольку все-таки лето позволяет сделать экономную заготовку, и заморозили. И каких шкурок я с нее снять теперь не могу. Но поскольку мы готовим по-домашнему, мы решаем вопрос помидор, и мало того, я вместо трех могу положить целых пять. А я люблю очень помидоры в шурпе, поэтому сейчас благополучно, не размораживая свои дольки помидоров, я отправляю, убедившись в том, что картофель у меня полностью готов. Вот я его легко разламываю ложкой, прижимая к стенке кастрюли. Это говорит о том, что мне его даже не надо пробовать, он готов. Моя задача сейчас сюда отправить наши помидоры. Шурпа настоящая готовится именно с помидорами. Шурпа такая и туркменская, и узбекская. Каждый народ очень уважает шурпу, но помидоры добавляют все до единого. Поэтому, пожалуйста, сейчас помидоры, естественно, должны отогреться в бульоне, кипение прекратилось. С момента, когда оно начнется, я проварю минут, ну, я знаю, до 6-7. И этого будет достаточно, чтобы мои помидоры проготовились. Мы их должны довести до готовности, но при этом, чтобы кипение их не превратило в кашу. Помимо этого, к помидорам мы добавляем нашу, наш лук, который мы с вами сдобрили хорошо мукой. Вот сейчас самое время это все добавлять сюда. Вот, фактически шурпа готова. Нам остается приготовить помидоры. И еще сюда добавляется зелень кинзы и петрушки. Но мне немного. Летом мы можем сюда сыпать ее, хоть в ведро. Итак, сейчас ждем, когда у нас вновь закипит бульон. Очень наваристо получилось. И на вид весьма красиво. Очень рекомендую такие супы. Заодно, как в Туркмении побывайте. Но, в принципе, это не главное. Главное, что в вашем ассортименте домашних блюд появляются новые вкусные рецепты. Итак, подождем немножечко, когда помидоры проготовятся, и будем сервировать. Итак, шурпа готова. Как ее подают? В тарелку кладется порционное мясо. И сверху заливается вот тут у нас еще мясо есть. Укладывается наваристая часть, то есть картофель, помидоры. И подливается жиденькая часть, которой здесь немного, но тем не менее она есть. Итак, для почитателей восточной еды, шурпа готова. Приятного аппетита! Продолжение следует...